Добрый вечер! 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 Все-таки оно везется, оно в термосах, оно может по дороге где-то чуть-чуть остывает, а здесь с пылу, с жару и опять-таки под постоянным неусыпным контролем директора школы, заместителя директора, который отвечает за работу столовой, медицинского работника, бракиражной комиссии, намного качественнее и вкуснее. Наивность существенного обстановления позволяет не только качественно готовить ежу, но и делать это у ответственности со стенами здоровья школьников. Когда мерковать по медицинских доведениях, достаточно значная количество ученцев сегодня имеет потребность в диетическом хорчевании. А про то, у все больше значной популярности в школах набывают так называемые новые технологии хорчевания на кшталт шведского стола, типа переднего заказа страу. Воспитывать культуру приема пищи. Поэтому это сегодня процесс, который продолжается в учреждениях образования, но я думаю, что имеет свое будущее. Почас проведения проверок работники санитарных службов без уваги не покидаются ничего, починаючи от ассортименту продуктов у школьных буфетах до наявности достатковой колькости посуду. Коли мерковать по тем, что значные штрафы по кольне выписаны, ситуация у школьных столовых совсем недрянная. Порушения, которые означаются в протоколах, ликвидуются у короткие термины. Проверки только начались, поэтому говорить в полной степени о том, в каком состоянии сейчас пищеблоки находятся, очень трудно. Но вот результаты, первые результаты показывают то, что грубых нарушений на пищеблоках не выявляется. Выявляются незначительные нарушения текущего характера. А в целом можно сказать, что питание школьников полноценное, разнообразное. Оно соответствует физиологическим потребностям в белках, жирах, углеводах, калорийности. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Высокий четвертый класс пожарной небеспеки установлены в лесах большинства районов Гомельской области. Уведена полная заборона на их наведывание. С початку пожаронебеспечного переда у экосистемах региона зафиксовано 86 сгораний. А до огню потерпело 36 гектаров лесу. По прогнозам синоптиков, на выходных обстановка обвострица. Метцами класс пожарной небеспеки досягни максимального покажчика. Державная лесная охова узмацнила контроль за захованием правила пожарной небеспеки в лесах и на торфяниках. Их порушение тягнет попереджение обо штраф до 25 базовых величин. «Установлены по области у нас 85 систем видеонаблюдения на пожарных наблюдательных вышках. Также устанавливаются камеры фотофиксации, которые в наиболее опасных и посещаемых местах. Также ведется наземное патрулирование работников лесной охраны на предмет выявления. Ежедневно практически случаи пожаров, возгорания в лесах выявляются. И лесная охрана реагирует очень оперативно». Далее в субботу и неделю в Гомельской области чекается теплое, сухое надворье. Опадка у основным не прогнозуется. В ночи и ранится и в особных районах махчим и туман. В субботу и день максимальная температура поветра досягни плюс 26, в неделю – 28 градусов тепла. Больше холодными становятся ночи. Месяцами после захода солнца термометр показывает усягу 6 градусов тепла. Выстава самовара из уластной коллекции гомельского поэта Владислава Шишигина открылась у областной универсальной библиотекции Мя Ленина. Избирать самовары Владислав Шишигин почал 10 годов тому. Набывал их у коллекционеров из Беларуси, России и Украины. Экспозицию в библиотекции Мя Ленина склали каля 30 самоваров розных по формах и объемах. Дея коллизия веуся перший самовар, докладно невядома. Верогодно, что у России самовар был завезенный Пятром I с Голланды. Самовар худка стал неадъемным предметом быта для кожной семьи. До того же он адлюстровывал социальный статус своего уладальника. Чем больше помер и вага самовара, тем больше человек лечился финансово забеспеченным. Если брать уже начало 20 века, то самый простой самовар банка, он стоил 5-7 рублей. Эта цена была коровой. То есть все равно это было дорого. Но уже зажиточные крестьяне могли позволить себе такой самовар. Ну понятно, чем человек был родовите и богаче. Стремились уже к таким определенным формам, изыскам. Поэтому самовары уже стоили дороже. И вообще в семье в русской самовар это был такой предмет, который выставляли на показ. То есть там был самоварный столик, это был предмет гордости. А кроме самовара на выставе представлены бульетки и чайные наборы, якие выкористовывались у Англии, Германии и США. И об спорте. Распочался чемпионат Беларуси по хокее у экстрализе. Жлобинский металлург потерпел домашнее поражение от Динамо Молодечна 1-3. Гомель на старте чемпионату примал молодежную сборную Беларуси. Господары открыли лик. Первую шайбу в сезоне на свой рахунок записал Иван Мядель. Однако два выдаления перекреслили усе намагания в первом периоде. На перепынок команды пошли при лику 2-1 на корысть молодежки. Другие период так само проходили у ровной бородьбе. Молодые хокеисты не давали гульнявой просторы гомельчанам. Як выник, господары смогли отзначиться только одной. И снова голевый кидок на свой рахунок записал Мядель. На заключную треть матчу молодежки не хапила. Господары закинули у вороты гостей 5 шайб. Иван Мядель записал на свой рахунок хет-трык, а так само голевую передачу. Гомель распочинает сезон с перемоги. Выниковый лик 7-2. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам плённого вечера. До новых встреч у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok